Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня видео о том, какие растения я буду убирать из своего сада. Ну и расскажу причину этого, почему же буду их убирать. Первый представитель это моя любимая ромашка. Как это ни странно, но ромашку буду убирать. Потому что разрастается очень сильно, посмотрите, это просто. Распадается в разные стороны. Вот, 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 она вот так вот вся распалась. Очень сильно распадается, разрастается очень сильно. Сажала прям буквально одну-две веточки, она разрослась мне вот таким вот огромным пятном. Отцветает и просто такая проплешина некрасивая. Ну и распадается прямо на другие цветы. Когда я ее подвязывала, чтобы она не так распадалась, то как-то она совершенно не смотрится. Ромашку очень люблю, очень. Ну, не знаю, я ее посажу пока на самое солнечное место, под забор. Может, тут она в полутенечке так себя ведет. Ну, и сеется еще. Везде мне дают свои сеянцы. В общем, вот первый представитель, это ромашка. Второй представитель, это исоп. Я его выращивала из семян. Есть у меня вот такой розовый, есть и синенький. Ну, очень сильно разрастается. Вот сюда вот падает на дорожку. Вот так вот я его пока лопатой прижала. Вот он отцвел. Ну, вот не очень мне нравится, как он распадается в разные стороны. Хоть и соп считается заместителем лаванды. Ну, это и рядом не стояло, честно говоря, с лавандой. Вот розовый. Синенький уже отцвел быстрее. Я его обрезала. Вот обрезала, и вот он у меня коротко очень обрезала. Видите, прям под корешок. Но это не спасает. Он все равно вырастает очень огромным, разлапистым. И распадается в разные стороны. Сейчас я вам на другой клубе покажу. Вот, посмотрите, синий и соп. Вот он тоже был очень-очень коротко обрезан. И вот так вот он у меня на дорожку вывалился. И вот так вот лежит. Вот такой куртиной. Не кругленький, а вот такой вот распластанный. Как его подвязывать, я не знаю. Его, конечно, надо уже обрезать. Так-то вроде и симпатично цветет. Ну, очень. Очень мне не нравится его форма. Вот так вот распадается. Вот так вот цветет. Не знаю, оставлю один кустик. Остальные все буду убирать. Я его из семян выращивала. У меня его очень много. Так-то, в принципе, цветочки симпатичные довольно. Он неплохо так вот выглядит. Ну, форма куста, не знаю. Может, я еще не нашла к нему подход. Смотрите, этот же и соп у меня вот в розарии. Вот тут вот у меня газончик и соп. Ну, как я тут сделала? Растет он у меня вот здесь. Вот он. Его корешок. Я его как бы свернула. Все вот эти вот ветки, которые падали на газон, свернула все и положила на один бок. Может, его так надо на один, на два бока расправлять. Вот так вот с ним, чтобы он симпатично смотрелся. Потому что вот в этой клумбе он еще как-то смотрится. Сюда мне не выпадает. Нет у него вот этой голой серединки, которая обычно бывает. Потому что он меня вот как бы свернут вот так вот на одну сторону. И более-менее выглядит тут ничего. Вот оставлю одну картинку, остальное буду убирать. Ну, и еще один представитель. Это традесканция. Сожжала маленьким-маленьким кустиком года три назад. Ну, и посмотрите, она у меня тут еще и подвязана. Распадается вот так от любого ветра. Вот я ее. И опора у меня есть, и подвязана она между собой. Вот так вот связана. Ну, от ветра, от дождя. Ну, и в принципе, я вот не вижу вот такой вот как бы декоративных качеств особо сильных. Не очень она мне нравится. Вот такая вот красотка, которая вечно распадается. Вот такие у нее цветы. Вроде бы симпатичные, но очень-очень мелкие. Постоянно они есть. Ну, я не вижу в ней особой красоты. Это еще один представитель, от которого я буду избавляться. Ну, и еще одно растение, которое я буду убирать, по крайней мере, с этой клумбы. Это, конечно, мята перечная. Раньше она у меня тут росла. Мы заваривали из нее чай. В принципе, как бордюрчик. Посмотрите, как она отлично смотрится. Вот такой замечательный бордюрчик. Подбивка к розам моей. Ну, вы знаете, розы обрабатываю от вредителей, от болезней. И эту мяту, конечно, уже в чай нельзя употреблять. Это первое. Второе. Она очень агрессивная. Я бы ее могла оставить как декоративный элемент. Здесь вот, как подбивочка к розам вместо котовника, допустим. Да, вот она и цветет, и так вот красиво выглядит. Но, вы знаете, это очень агрессивное растение. Я вот тут вот подчищаю вокруг роз ее. Но она постоянно, постоянно у меня лезет к розам. И ее просто невозможно сдерживать. Вот посмотрите. Вот эта вот роза. Я уже ее корней не вижу. Они там, в принципе, есть. Но я уже ног этой розы не вижу. Она должна проветриваться, дышать. А у меня тут все вот так вот мятой поросло. Это первое. Второе. Там вокруг этого кустика теперь будет все заполнено мятой. Поэтому мяту буду убирать, по крайней мере, с этой клумбы. Буду ее сажать отдельно, потому что часть мяты я очень люблю. Мята в саду необходима. И тем более она очень красива. Тут столько всегда и пчелок, и всяких бабочек. В общем, очень красивое растение. Все на нее летят. Всем она нравится. И я ее пересажу в отдельную клумбу на огороде. Всего доброго, дорогие мои друзья. Посмотрите. Кто-то, возможно, поделится своими растениями, которые не стоит сажать в саду. Которые очень агрессивны. Ну, я вот поделилась с вами своими не очень приятными для меня растениями. Всего доброго. Пока-пока.